АТОМИ АТОМИ — это решение для многих. Потому что если человек поймёт, как работает эта система, объединившись все вместе, мы сможем добиться успеха. Со Стеллой мы познакомились в юности. Стелла — очень интересный человек. Это сильная личность, она очень харизматичная. Люди очень-очень тянутся к ней, потому что она имеет огромное-огромное влияние на людей. На самом деле мне очень повезло, выпала огромная честь именно говорить о Стелле. Почему? Потому что Стелла именно в моей жизни явилась ключевым человеком в компании АТОМИ. Стелла — удивительный человек. Это без какого-либо преувеличения. Это человек с большим сердцем, настоящий лидер. Человек, который действительно может повести за собой людей и успешно делает это. И Стелла видит в людях самое лучшее, потому что в каждом человеке есть скрытый потенциал. И Стелла видит его и помогает его реализовать по максимуму, раскрыться. Многие люди даже не подозревают о своем потенциале, а то он и скрытый. И я думаю, это является главным секретом успеха Стеллы и ее команды, потому что реализация собственного потенциала — это один из главных ключей успеха в АТОМИ. Стелла для меня — это путеводная звезда. Это лидер, очень крутой коуч, тренер. Она для меня как маг, волшебник, который меняет жизнь кардинально на все 360 градусов. Но моя жизнь кардинально изменилась. На самом деле Стелла такой человек, который… У меня такое ощущение, как будто это просто ангел спустился к нам сюда на Землю для того, чтобы менять судьбы других людей, для того, чтобы как бы открывать самого человека. Когда находишься в поле энергетическом со Стеллой, мне кажется, что жизнь у каждого человека преображается. И мне очень повезло, что я с ней достаточно близко. Мы встречаемся на разных семинарах, мы встречаемся на съемках. Это очень радует. Я начинала в АТОМИ потребителем. То есть мне очень понравилась продукция. У меня в мыслях не было, что я буду заниматься этим бизнесом. Просто влюбилась в продукцию. Мне Владимир привелся скорее попробовать продукцию. Я сказала, это супер, это что такое? Я еще хочу, я еще хочу, дай мне, закажи, отправь. И мне просто очень нравилось. И, конечно, я была рада, что Владимир и Мика занимаются этим, что они нашли что-то очень хорошее. Вот я чувствовала, потому что продукция мне нравилась. И путь успеха начался со слов, которые однажды я услышала от Владимира. Он мне сказал, что, мама, нужно брать ответственность за людей. И я настолько глубоко задумалась тогда, что, знаете, как вот я думала, возможно, есть люди, которые тоже так думают. Окей, здесь еще можно бонусы получать. Я употребляю продукции, ну-ка я кого-нибудь приглашу, пусть они там работают, а мне будут бонусы, может быть, идти. А тут, когда мне Владимир сказал, что нужно брать ответственность за людей, то есть кого я позову за собой, кого я поставлю в сеть свою структуру, их нужно обучать, нужно этим заниматься, нужно вкладывать душу, вкладывать свои усилия, обучаться этому бизнесу. И вот путь начался с того, что я взяла ответственность. Именно вот когда мне сказал Владимир, я задумалась, и я приняла решение, что да, я это сделаю, я возьму ответственность. Если я действительно хочу помогать людям, а в последнее время большинство людей, которые ко мне приходили на консультации, имели проблемы финансовые, кредиты, долги, не знают, как жить дальше, где делать что, в общем-то, сложные времена для многих людей. Раньше такого не было, раньше ко мне приходили и про любовь говорили. Вот он меня не любит, я его люблю, меня не понимают, вот что-то такое. А сейчас основные запросы — это финансы, как дальше жить. Я стала более уверенной в себе. Стелла научила меня выступать перед публикой. Она поделилась многими приёмами, которые я использую до сих пор. Я поставила себе такую цель, что каждый, кто придёт в мою команду, я сделаю всё, чтобы он был успешным. Я вложу в себя этот опыт, знания, всё, что у меня есть, всё, что я на протяжении всей моей жизни изучала, делала выводы, помогала людям, что я могу это сделать, уже я могу это сделать для моей команды. И моя команда для меня как семья. Когда вот кто-то приходит ко мне, я вижу, как приходит новичок, он такой ещё не знает, он не сориентировался в бизнесе, он не знает, что делать. Может быть, он ещё не уверен в успехе своём, начинает делать первые шаги. И как постепенно он начинает меняться, то есть открываться, становиться увереннее, начинает получать деньги, начинает зарабатывать, у него появляются свои команды, структуры. Человек понимает, что это что-то другое. Это не тот бизнес, о котором они раньше думали, что здесь мы все друг другу помогаем. Я думаю, что это не было конкретно каким-то руководством или указанием моего потенциала. Я думаю, что это была работа многих лет, когда я присутствовал на многочисленных тренингах, я прослушал десятки тренингов, и с каждым тренингом оседали те или иные мысли. Помимо этого, Стелла всегда усиливала мою веру в себя. Я всегда слышал такие слова, в которые поначалу не верил. То, насколько я классный, насколько у меня всё может получиться и прочее, прочее. Но постепенно-постепенно эти мысли оседают, как семена. Потом прорастают некие ростки, и потом растут уже с большой скоростью. И я даже не задумывался об этом до определенного момента. До того момента, когда я сел и начал анализировать свои слова, свои действия, решения. И я понял, что всё это было неспроста. А те знания, которые у меня были, которые помогли принять те или иные решения, они как раз-таки были посажены на тренингах Стеллы. И Стелла – это был ключевой человек, с кем я познакомилась. Именно воочию, именно в Алма-Ате. Ну, так получилось, что мне нужно было срочно каталоги. Я человек такой амбициозный. Если я что-то начинаю, я начинаю делать, ну, это всё так, как положено. Как, ну, скажем так, для такого делового, хорошего построения бизнеса. Я сказала, мне нужны срочные каталоги. На что мне ребята сказали, без проблем, прилетит со стороны Стелла, вы у неё возьмёте. Я говорю, всё, окей, Стелла так Стелла. Захожу в гостиницу, сидит хрупкая, юная девушка. Такая вся утончённая. Но при первой встрече я сразу поняла, что это очень железобетонный стержень внутри. Люди всегда верят идее, верят Стелле. И Стелла всегда умеет зарядить так партнёров, своих собеседников, людей, которые находятся рядом с ней, что уже никто не сомневается, что победа будет обязательно, цели все будут достигнуты. Стелла — это тот человек, который зарегистрировал меня в компании «Атоми». И я помню прекрасный тот день, когда я сразу, конечно, согласилась, когда узнала об этой идее. Вечером мы созвонились и начали регистрировать других людей. Я помню, что была такая структура, пять человек. И Стелла мне пишет и говорит, Марина, посмотри, как растёт твоя структура. Посмотри, сколько у тебя людей. И я помню, что мы с ней созванивались и любовались в это время на свою большую структуру, потому что там уже было пять человек. И я думала, что это действительно успех — пять человек зарегистрировать за один день. И я думаю, что с этого всё началось. И, конечно, жизнь изменилась. Сейчас уже трудно посчитать, сколько людей. И я думаю, что мы уже не можем знать, сколько у нас людей в структуре. Стелла — это для меня путеводная звезда. Это лидер, очень крутой коуч, тренер. Она для меня как маг, волшебник, который меняет жизнь кардинально на все 360 градусов. Быть в команде Стеллы, я считаю, это удача. Не знаю, как объяснить. Это такая картинка. Это как у тебя в жизни вроде бы всё нормально, и ты хотел бы приобрести классную машину. Идёшь такой по улице, и тут пас у тебя ключи от Ламборджини. Вот это такое ощущение быть в команде Стелла. Это огромная помощь, мотивация, поддержка. Ты, не знаю, как за каменной стеной ведёшь вместе, рядом, только об руку, спина к спине. Это прям суперкруто. Я думаю, что каждому человеку повезло, кто попал в команду к Стелле. Это на самом деле очень удивительный человек, и с ним очень приятно и легко работать. И ты уверен в себе, в своих силах. И то, что мы вместе с командой строим какие-то планы, безусловно, эти планы осуществляются. И с лёгкостью мы как бы приходим к финалу и достигаем вот таких вот успехов. Я думаю, что всё благодаря, конечно, Стелле, её работе вместе с командой. Нам очень повезло. На мой взгляд, я очень счастливый человек, удачливый. Мне в жизни везло с людьми. Я всю свою жизнь обучаюсь. И обучаю — это то, как я воспринимаю. Такое ощущение, что мой путь в жизни — это путь ученика. То же самое я бы могла сказать об Атоме. Что когда я пришла в Атоме, я продолжила свой путь ученика. Но это были уже новые уроки. Уроки, как взаимодействовать с людьми, как сближаться, как чувствовать людей. И то, что сейчас происходит в моей жизни в Атоме, это захватывает. Это что-то новое. Я даже не подозревала, что есть другое качество жизни, другое качество общения, больше любви, больше тепла. Такое чувство, что да, я всю жизнь готовилась к тому, чтобы прийти к этому, к чему я пришла. Я хотела этого. И самое ценное, что я встречала в жизни, — это люди. Люди, которые открывали мне сердца. Люди, которые очень талантливые, очень способные. И вот когда-то я себя чувствовала человеком, который очень нуждался, очень нуждался в поддержке, очень нуждался в добрых словах. Вот это какое-то чувство потерянности, одиночества. Я не знаю, что-то кажется, что ты маленький в мире, и что ты можешь сделать. Ты не можешь влиять на этот мир, потому что не можешь влиять на себя, на свою судьбу. Потому что всё как будто шло не туда, куда ты хотел. И в итоге, обучаясь, развиваясь, совершенствуюсь, всё меняется. Вся моя жизнь изменилась. И ощущение такое, что с каждым разом, обучаясь, я нахожу себя, ещё больше себя. И в людях я нахожу себя. Когда я слышу проблемы людей, когда я чувствую их победы, их настроение. Такое ощущение, что я переживаю вместе с ними. Вот такое единство. И, конечно, хотелось бы мне ещё вырасти, ещё больше. Моя мечта — научиться так любить. Как по максимуму. Так любить, как я, может быть, ещё и не любила. То есть где предел любви? Ощущение, что его нет. Это бесконечность. Я всё ещё учусь любить. Она такая мудрая женщина, ей советовать очень сложно. Стелла, оставайтесь такой же, как вы сейчас. Я скажу так. То, что на протяжении многих лет я наблюдал за работой Стеллы. И я всегда желал большего признания, наверное. Потому что я видел, как Стелла влияет на судьбы людей, как она меняет жизни. И я видел, что это делает людей счастливыми. Но мне всегда хотелось большего масштаба. Я всегда считал, был уверен, что Стелла заслуживает большего. Большей сцены, большей аудитории. И сейчас в Атоме, я думаю, как раз-таки Стелла нашла то, что она искала. Те масштабы, в которых она может помогать людям здесь, они, конечно, гораздо превышают предыдущие. Это уже не какая-то сцена аудитории, это не что-то локальное. Это глобальная площадка. И здесь Стелла может дотронуться до людей по всему миру. То, чего я желал, наверное, больше всего для Стеллы, она нашла в Атоме. Это возможность реализовать свою мощную энергетику, весь свой потенциал здесь на 100% и помочь как можно большему количеству людей. А именно этого больше всего хочет сердце Стеллы. И, соответственно, здесь она нашла свое счастье. Единственное, что можно посоветовать, это следовать своему пути. Конечно, не сбиваться с него, знать, что очень-очень много людей просто освещены этим светом. Стелла, вы суперкрутая, необычная, волшебная женщина. Я желаю вам, конечно, здоровья, долголетия, успехов, удачи, огромной любви. Оставаться всегда такой открытой. Я вас очень люблю, уважаю, ценю. И, конечно же, чтобы вы дошли до империала. И чтобы в вашей команде было много империал-мастеров. Очень сложно советовать Стелле. Настолько она мудрая женщина. Посоветовать. Да, на самом деле не хватает нам ее общения. Потому что раньше я помню, когда после первого тренинга, когда я вышла после первого тренинга, вышла на улицу, у меня такое ощущение, как будто у меня просто-напросто выросли крылья. Она дает такой заряд энергии, вот такое тепло. И вот этого не хватает, когда мы сейчас в онлайн-режиме работаем. Нам не хватает Стелла, нам личного общения. Больше всего меня мотивирует команда. Успехи команды. Когда видишь счастливые глаза, когда я вижу, как люди выходят за пределы своих ограничений, за рамки возможного. То есть если раньше они даже не думали, что они могут быть такими успешными, когда я вижу их счастливые глаза, тоже очень счастливые. Меня это очень сильно мотивирует. мотивирует, когда я вижу, как люди меняют качество своей жизни. Становятся более уверенными, более способными, раскрывают себя. Стелла, я от всей души вам желаю счастья. Я уверена, что непременно одним из первых империалов в Казахстане станете именно вы. Вы этого достойны. Вы королева. желаю вам от всей души, чтобы команда империалов была у Стеллы. Естественно, чтобы Стелла тоже дошла до этого империалов. Ей это очень идет. Я думаю, что Стелла достойна этого статуса. Я просто желаю тебе, Стелла, светить на пути, на котором ты идешь. И очень многие люди будут рады находиться рядом с тобой и быть вот в этом свете, потому что очень многим людям ты помогаешь идти по их пути. Мои пожелания, которые томились, можно сказать, у меня над душе годами, они реализовались здесь. И остается пожелать, наверное, самого банального, но самого ценного – это здоровья, счастья и любви. Чтобы все это с годами приумножалось и чтобы каждый следующий год был самым лучшим годом в жизни. Она всегда говорила, что она себя тоже искала в этой жизни. Я желаю, чтобы с каждым днем, с каждым годом, с каждым рангом в компании «Атоми» она расцветала, как будто он розой. И вкусно-вкусно пахла всегда. Счастья ей и любви. Быть собой. И вообще я бы хотела, чтобы сбылась самая заветная мечта Стеллы Хигай. Командная работа всегда очень слаженная. У Стеллы всегда есть четкий план, стратегия продуманная. И на протяжении всего марафона, когда мы идем к цели, Стелла всегда усиливает команду, усиливает каждого игрока на пути к цели. И когда мы идем по какому-то плану или к какой-то цели, мы всегда точно узнаем, что мы дойдем. Потому что мы идем к командой, и Стелла – это тот человек, который ведет команду за собой всегда. Моей команде я хочу сказать огромное спасибо за ваш вклад, за ваш труд, за ваше доверие. Вы суперские. Спасибо, что вы с нами. Я благодарю вас за вашу приверженность «Атоми», за любовь к «Атоми». А также я хочу сказать большое спасибо всей команде «Атоми», всем «Атомианцам» всего мира. Здорово, что мы все вместе, с вами объединившись, делаем одно общее дело – мы улучшаем этот мир. Я желаю всем счастья. Мечтайте, верьте, любите, творите. И пусть все будет так, как вы захотите в вашей жизни. Спасибо. 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 Продолжение следует...